Желаю мира и приятного просмотра. С вами Яцкобаровский. И сегодня, друзья, я хочу сделать обзор выпечки из киоска «Перша пекарня твого места». Вы мне писали в комментариях, чтобы я попробовал их еду. Так что сегодня мы зайдем, сделаем закупочку и продегустируем. Так что, друзья, запасайтесь вкусняшкой, ставьте лайк и всем, ребят, приятного просмотра. Итак, сразу же на входе я вижу, что тут продается кофе. И выпечки есть, самса, вертуха, сосиска в тесте, мини-пицца, ходох. Вот, пирожки есть, булочки, круассаны, слойки, штруделя. Так что давайте зайдем внутрь и сделаем закупочку. Работают они с 7 до 20 безвыходных. Вот, есть они в каждом городе Украины, поэтому я считаю, что это будет интересно посмотреть всем жителям нашей страны. Ребят, все, я рассчитался за хлебобулочные изделия. Получилось за вот эти вот два пакета 500, 11 гривен 50 копеек. Так что отправляемся домой и сейчас попробуем вот эту вот еду. Друзья, совсем недавно я научился играть в покер. И я вам скажу, что я могу просидеть целую ночь за компьютером, не отрываясь. И так как я новичок в этом деле, то я пытался найти сервис без ботов, только с реальными игроками. И я нашел такой на сайте ggpokerok. Кстати, это лидер онлайн покера и удобно играть даже с телефона. А рекордно большие суммы здесь доступны каждому. Вывод тут реально очень быстрый. И я уже подсадил своих друзей, поэтому и играем вместе. И кстати, пока у меня сейчас рендерится новое видео, я смотрю на телевизоре, как люди играют на большие суммы. Давиду походу повезло больше. У него пара семерок. Так что переходи на ggpoker по ссылке в описании и получай плюс 600 долларов на первый депозит. Друзья, в общем все, я уже добрался домой и продукция немножко остыла. Вот, но ничего страшного. Вот, начну я все из хот-догов. У них есть два варианта горячих, такие как делают на заправке. Вот такой вот стандартный. Называется он, я все подписал, чтобы не путать. Французский стоит 25 гривен. Смотрите, как он выглядит. Я просил, чтобы добавляли горчицу, майонез и кетч. И сейчас весы достану. Давайте глянем, сколько он будет весить. Итак, вкладываем. Ходок весит 138 грамм. Пробуем. Сосиска нормальная. Как для 25 гривен, то он хороший. Но он чисто для перекуса, потому что особо им не наешься. И он особо не отличается от тех, которые продаются на заправках. Все, хорошего понемножку. Второй называется баварский. Стоит 27 гривен. Чуть подороже, потому что здесь сосиска другая. Раньше в них только сосиски. И этот весит немножко меньше, 138 грамм. Пробуем. Тут сразу прям чувствуется, что она такая жирная. Внутри сало. Вот так вот выглядит. И этот хот-дог будет поинтересней. Хоть и стоит всего лишь на 2 гривны, но я бы, когда я взял его. Потому что я два попробовал. Хотя это тоже нормальный. Тут уже дело во вкусе. Так что хот-догом я пятерку ставлю. Хороший вариант. И далее. Это что у нас? Пакета целая куча. Давайте возьмем тарелку. И будем выкладывать. Так. Пицца, курка и грибы. 24 гривны. Смотрите, как она выглядит. Она мне больше напоминает школьный вариант. Потому что у нас там такие продавались. Только цена была раз, наверное, 5 меньше. Но на вид она точно такая же. Вижу грибы. Немножко майонеза, сыра. И даже какие-то есть овощи. Так. Давайте разрежем и посмотрим, как она выглядит в разрезанном виде. А. Вес. Давайте глянем. 144 грамма. Вот такая вот красота. Так. Разрезаем. И смотрите. Вот. Немножко есть курицы. Прям вижу вот кусочек. Немного, но цена-то не особо большая, правильно? И пробуем. Сразу хорошо чувствуется вкус грибов. Прям насыщенный вкус. И сыр. И от школьной пиццы не отличается. Один в один. Я как будто вернулся в детство. И раз в неделю я где-то себе мог позволить купить пиццу. Потому как каждый день не было возможности. Ну плюс. На школе было четко. Нас кормили пряником и молоком. Вот. Пицца хорошая. Ей в принципе наешься. Дальше. Тут пакетики мне сразу по несколько продукции вложили. И достаем это кальционер с куркой та перцем. Стоит 21 гривну. Смотрите, какая здоровая булочка. И весит такое удовольствие 145 грамм. Вот. Немножко тут уже распадается. Так. Давайте. Разрежем. Посмотрим, как она выглядит внутрь. Смотрите, тут фарш. Ага. Куриный фарш. Не по всей булочке не добавляют мяса. Только в центре. Поэтому лишний килограмм у меня сегодня прибавится. Пробуем. Вкусно. Но, ребят, как-то начинки маловато. Много булочки. Вот, смотрите, я уже начинку съел. Просто берешь и ешь хлеб. Вот вариант хороший. Но начинки маловато. Я бы больше пиццу взял. Так, второй вариант. Это у нас салями с грибами. Тоже стоит 21 гривну. Ай, выпадает. Начинка выпадает. Так, давайте смотрим по весу. 143 грамма. Вот. Разрежем. И посмотрим, как она выглядит внутри. Угу. Ну, смотрите. Салями. Видно колбаса. И грибы. Это грибы, да. Но тут как-то начинки вроде бы побольше. Я бы не сказал побольше. Она равномерно распределена по всей начинке. Вот. Если, допустим, этот вариант, то она вся в сторону свалилась. То тут прям равномерно. Вот. Кальсоны с салями мне больше нравятся. Тут как-то и начинки побольше. Вот. И, в принципе, булочка приготовлена правильно. По всей поверхности есть. Однозначно. Кальсоны, если бы я брал, то салями и грибы. Плюс они в одну стоимость. 21 гривна. Так. Короче, эти булочки. На четверочку. Если пицца пятерка. Хотя с салями и с грибами тоже пятерка. Она нормальная. А вот этот вариант такой. Не особо впечатлил меня. Так, следующий. Опять же пицца. Оказывается, у них два варианта. Это курка, помидор и сыр. 24 гривны. Так. И давайте разрежем. Прям хорошо так майонеза укусил. А, знаете, такая более диетическая. Курицы здесь мало. Поэтому. А вот этот первый вариант. Который грибы, блин. Мне понравился больше. Но. Я бы взял лучше с грибами. Достаем. Другой пакетик. Вот. У них еще есть хот-доги. Вот такой вот образца. Стоят они по 27 гривен. Вот этот хот-дог идет. Тут два у них. Один с морковкой по-корейски. А второй с овощами. Так. Я так понимаю, что это с овощами. Плюс тут еще, соответственно, идет сосиска. 160 грамм. Получается этот 163. Вот эти хот-доги потяжелее. Если вы хотите наесться, то берите их. Потому что, что тот хот-дог стоил 27 гривен. Что вот такой вот. Так. Ну, давайте разрежем. Глянем, какую они сюда сосиску добавили. Ну, мне кажется, да. Сосиска идет обычная. И пробуем. Прям много булки. Есть майонез. Горчицы я не чувствую. Морковки мало. Все-таки, если выбирать тот вариант или этот, то я бы, наверное, взял тот. Ну, тут еще есть еще один вариант. По-моему, с грибами, да? Как я делал? А, нет. С овощами. Ну, тут, походу, грибы. Смотрите. Вот так вот выглядит. Сосиска, кстати, точно такая же. Булки много. Начинки мало. Если выбирать среди хот-догов, то тот вариант будет поинтереснее. Да и плюс его горячий сразу можешь съесть. А этот уже холодный. Так что, достаем следующую упаковку. О, у нас тут пошло. Так, у нас тут слойки пошли. Слойки. Сейчас будем вам показывать. Хачапури с сыром. Смотрите, маленький. Вот такой вот. Нацгрин стоит. Да, смотрите. Внутри еще зелень. Словяное тесто. Булочки, кстати, не пригорелы. Так, я так понимаю, что здесь два вида сыра. Это твердый сыр и сыр сулугуни. Плюс зелень. Интересная булочка. Она очень-очень сытная. Если кто любит, то берите. Не 50 на 50. Так, дальше. Следующий вариант. Разламываем. И смотрите. Сыра мало. Вот слойка сыр и шпинат. Сыр и шпинат была предыдущая. А вот эта слойка с двумя видами сыра. Эта булочка тоже стоит 15 гривен. И она больше. Надо бы ее взвесить. Вот. Плюс сверху, смотрите. Она посыпана вот такими вот семечками. И давайте взвесим сыр и шпинат. 73 грамма. Ну, небольшая такая, чисто для перекуса. 15 гривен. Так, смотрите. Как выглядит слойка с шпинатом. Вот я ем и чувствую тесто. Прям очень хорошо. Вот. Вот эти вот сырные варианты, они мне меньше нравятся. Я больше предпочитаю мясо. Поэтому вот эти слойные сырки, они мне все особо не зашли. Так, ладно, убираем. И смотрим дальше. Вот, смотрим. Сосиска в тесте. 15 гривен. Смотрите, какая она. Посыпана сверху вот такими вот зернами. И весит такая красота. 98 грамм. Так, мне интересно, какая у них идет сосиска. Она небольшая. Я помню, на школе экономили и сосиску разрезали напополам. И было пол сосиски. Тут целая. Вот, можно посмотреть. Поэтому, пробуем. Мне не нравится, потому что здесь нету никаких соусов. Но, с другой стороны, кто заправляет сосиски в тесте? Там идет тесто и сосиска. Сосиски у них все идут одинаковые. Что в хот-догах, что здесь. Вот. На четверочку тут вариант. Так, дальше. Пошли у нас какие-то пирожки. Пирожки, пирожинки. Так, это. Это, это, это. Пирожок с картоплой и грибами. Смотрите, какой он здоровый. И стоит 11 гривен. Вес у него 88 грамм. Хотя выглядит намного больше. Посмотрите. Начинки нормально. Булки немного. И цена довольно-таки приятная. Дальше. У нас еще есть один пирожок. Пирожок с капустой. 8,50. Смотрите. Смотрите, сколько тут капусты. Аппетита смотрится. Начинки много. Пирожок с капустой. Фифки-фифки. Грибами поинтереснее. Хотя этот дешевле. Вот что вы на данный момент купите за 8,50? Да ничего. В магазин придешь, по сути, даже буханку хлеба не взять. Смотрите. Вот такая вот котлета в тесте. 15 гривен. Весит 95 грамм. Маленькая, тяжелая котлета. Так, давайте разломаем. Смотрите. Какая здесь котлета. Полфабриката, конечно. Котлета из курицы. Куриная уже. 4 с минусом. И это у нас сосиска с горщицей. 16,50. 100 грамм. Вот немножко. Но отвалилось, наверное, на этом осталось. На противне, когда готовили. Так, пробуем. Получается, здесь мы доплатили рубль 50 за горщицу. Я вам скажу, лучше взять вот такой вариант. Потому что с горчицей, оно поприятнее. Уже есть какой-то соус. Вкусно. Вот это вот пойдет на шторочку. Так, ну я уже, в принципе, наелся. Надо поменьше пробовать. Потому что опять наберу килограммы. Достаем. Тут у нас идут слойки. Так, слойка достаем. Их тут у нас 3 штучки. Так, где же тарелки? Я уже шоу, все тарелки позанимал. Так, смотрим. Слойка с грибами и сметаной. Слойка курки, сыр и помидоры. И самса с мясом. Я даже не знаю, шоу где. Давайте ломать. Вот такая булочка. Так, помидоры. Это у нас курка, сыр и помидоры. 15 гривен. Такая булочка. 81 грамм. Ммм, это приятно. Слойка. Топ. Да, начинки тут не так уж и много, смотрите. Но все же. Хотя бы чуть-чуть мяса есть. Вот, ну что, к чаю можно взять. За 15 гривен, кто себе, да? 200 грамм курицы положить. Вариант вкусный. Крываем дальше. Это у нас, это у нас. Самса с мясом. 15,50. Вот, смотрите. И пробуем. Смотрите, тут ничего нету. Начинки. Ну, как бы мяса мало. Котлета куриная. Опять же, полуфабрикатная. Так, есть. И осталось грибы и сметана. Тоже 15 гривен. О! Вот это вот, мне кажется, будет вкусно. Вот, грибы и сметана. Приятная булочка, потому что сметана, она разбухла булочком. И она не сухая. Этот вариант хороший. Грибовую не добавляю сюда нормально. Так, ну, смотрим дальше, что там у нас. Да, уже заканчивается. А, все, все, все. Смотрите, какая здоровая булочка. Называется она бурум. Курка, сыр и помидор. 35 гривен. Посмотрите, какая она здоровая. Это прям самому можно и не съесть. 206 грамм показывает. Так, ну что. Давайте мы ее разрежем. Глянем, как она выглядит внутри. И вот, смотрите. Славяное тесто. Бурум прям здоровый. Это прям, если ты совсем голодный, хочешь покушать. Ну, я думаю, если весь съесть, то это капец. Можно и объесться. Приятная булочка. Она не сухая. Помидоров здесь нормально. Они хорошо чувствуются. А вот курицу особо я не чувствую. Ну, наверное, потому что здесь парш куриный. Нам мелко подробили. Место быть, потому что за 35 гривен здоровая булка. 200 грамм. И дальше смотрим. Это у нас уже пошли сладости. Перша пекарня. Твого места. Вот, смотрим. Это рулет с маком. 13 гривен. Смотрите, какая красота. Уже у нас пошли десерты. К чаю, можно сказать. Разрезаем. И я вам скажу, смотрите. Внутри мак есть. Он не только снаружи. И он, я вам скажу, с шоколадом. Это самое интересное. Я мак особо вообще не чувствую. Я чувствую только шоколад. Ну, вот это вот прям топ. Из десерта мне нравится. Булочка очень приятная. Так, дальше. Смотрим. Это у нас что? Это у нас рогалик. Рогалик с повидлом. 12 гривен. 124 грамма. Сверху посыпан сладеньким. Бука жестко. И вначале вот нет вареньки. Вот этот вот бублик. Рогалик с повидлом, точнее. Мне не особо зашел. Если вот выбирать, то я бы, наверное, взял лучше вот этот вот вариант. Он намного вкуснее. Ну, знаете, у всех вкусы разные. Поэтому вы уже смотрите по себе. Так, дальше. Следующий вариант. Это у нас плетенка с сыром. 15 гривен. Вот такая вот красота. Я когда-то сам такое пек. Работал в пекарне. В школьной воде. 120 грамм здесь. И давайте глянем. Ага. Ага, ага, ага. Вот есть сыр. Пробуем. Ммм, сыр сладенький. Годится. Но все же с шоколадом пока самый вкусный десяток. Так, это у нас, это у нас с маком. Булочка с маком 12 гривен. Вот такая вот маленькая булочка. Но она тяжелая походу. Да, 98 грамм. Давайте разрежем. Посмотрим, как выглядит внутри. Вот. Много хлеба. Мака не особо. Но мак сладкий с сахаром. И последний вариант, это у нас пирожок с яблоком, по идее. Ну, да, смотрите, с яблоком. 8,50. Ммм, вот это, вот это вкусная тема. 8,50 дешево и приятно. Вот пирожок с яблоком, вот прям топ. Здесь теста мало, получше будет, чем взять вот этот вот рогалик. Поэтому среди десертов я отдаю предпочтение это вот этой вот булочке. И, соответственно, пирожку с яблоком. Очень сладкий, вкусный. С варенькой. Или, не знаю, или может это яблоко. Мне кажется, яблочное варенье. Поэтому давайте посмотрим следующий. Следующий. О, у нас там еще нормальная продукция. Смотрим. Так. Раз, два, три. Три булочки. Ага. Это, короче, еще у нас соленое, можно сказать. Човник с куркой та грибами. Это, скорее, вот эта вот вкуснятина стоит 18 гривен. Вот этот вот човник. Вес у него 124 грамма. И, я так понимаю, что его готовят по методике. Хачапури. Вот сюда вот сверху добавляют начинку. Не зря же он човник называется, правильно? Да, да, да. Видите? Тут дырка, они, получается, начинкой заполняют и управляют в духовку. Тут начинка только в центре. Дальше идет булочка. Булочка-то мягкая, приятная. Но я бы, скорее всего, не взял такую. Есть и другие варианты поинтереснее. Так. Дальше. Смотрим. Это у нас вертута со шпинатом. Вот такая вот красота. Стоит 15 гривен. Вес 122 грамма. Она здоровая. И разрезаем. О, смотрите. Сыр, зелень. Тут как бы все в начинке. Пробуем. Приятная она такая легенькая. Кто любит сыр, то это ваш вариант. Так, дальше. Пирожок. С чем? С капустой. 8,50. Вот, смотрите. 90 грамм. Сверху посыпано. С кунжутом. И начинки много. По-моему, у нас уже был пирожок. Люблю пирожки. Вот эти вот домашние. Но ему место быть. Ну, дешевый. Если голодный, то можно наесться в любом случае. Так, ну. Теперь уже, я думаю, точно сладко. Смотрим. Да. Булочка с маком. Как она называется? Слойка с маком и яблоком. 13,50. Вот такая вот булочка. 89 грамм. И давайте разрежем. Мне интересно, как она выглядит внутри. Ага. Вот. Вот это вот интересная булочка. Смотрите. Вот. Слойка будет интереснее, чем вот этот вот пирожок. Она очень мягкая. Вот этот вариант, я вам скажу, 5 из 5. Если вы хотите к чаю, то берите вот слойку с маком и яблоком. Очень вкусно. Прямо с десертов. Одно из самых вкусных. Так, дальше смотрим. Так, это у нас, по идее, штрудель. Какой? Не знаю. Тут у нас два. Один с вишней. Второй с яблоком. А, вот с вишней. Так, с вишней сколько стоит? 14,50. Вот здесь даже варенька вылазит. Булочка 84 грамма весит. И давайте посмотрим. О, здесь тоже начинки много. Вот этот вот штрудель, он плюс-минус приготовлен точно так же, как и вот эта булочка с маком. И я скажу, вот эта тоже на 10-100. С вишней берите. Дальше. Это штрудель с яблоком. Вот так вот выглядит. Отпробуем. Короче, я вам скажу, что вот эти штрудельки, они все зачетные. Пирожки, вот эти вот рулетики мне меньше зашли. А вот этот вот вкусный рулет шоколада. А слойки тоже надо. Так что, если шок чаю, годится. И смотрим, что тут у нас еще есть. Так, бон круассан, 23 гривны. Этот круассан мне наполняли уже там, на месте. Вот, тут вот разрезанный и шоколад там внутри. Давайте посмотрим. 130 грамм. Ну что, плюс-минус нормально. Шоколад чем-то напоминает нутеллу. Шоколад прям топовый. Вот это вот тоже вкусно, но это уже и подороже идет. Поэтому прям половина продукции мне очень зашла. И в целом я вам скажу, что у них продукция вся более-менее нормально, съедобная. Не зря же они появились уже в разных городах Украины. Сейчас и киоски на каждом углу. Поэтому, ребят, я доволен, что я их попробовал. Оцениваю, в общем, на четверочку. Четыре. Твердая четверка по пятибалльной шкале среди выпечки. Вкусно. Сытно. Мне зашло. В любом случае. Так что, друзья, ставьте лайки, пишите в комментариях, на что мне еще сделать обзор. И высказывайте свое мнение ниже. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики. И, ребят, всем спасибо за внимание. Всем, друзья, пока!